Подруги, привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня у нас видеоролик на тему моей беременности. У нас отчет 31 недели. И я буду вам рассказывать, как же дела с этим моим животом. Лето тем временем здесь в Риге у нас в полном разгаре. Слава богу, упала жара. Сейчас на улице порядка 25 градусов, что для нас намного лучше, потому что предыдущие все недели жара была под 40 градусов. И для нас, конечно же, живущих людей в Риге, в Прибалтике, это вот как-то сильно непривычно. И мы очень-очень мучились из-за этой температуры, из-за этой жары. Мы тут уже отлично подзагорели. Волосики наши стали намного светлее. На солнце они потихонечку уже выгорают. И мы такие совсем-совсем летние стали. Ну, в общем, пока вот эти двое друзей будут здесь заниматься своими важными делами, мы с вами пойдем поболтаем. И я расскажу, какие же новости у меня на 31-й неделе беременности, как прошел первый визит к гинекологу, что она сказала, как я встала на учет в Риге, и как мы тут, очевидно, будем готовиться к нашим родам. Ну, а перед тем, как это все обсудить, покажу вам свой живот, как он выглядит на 31-й неделе беременности. Ну, что я могу сказать? Конечно же, по размеру он больше, чем был в прошлый раз, что и, в принципе, нормально, поскольку организм женщины не такой упругий, не такой прям сопротивляющийся, если можно так сказать. Всем изменениям связки они более расслаблены. Во второй раз выносить вот такой вот вес – это очень-очень непростая задача. Ну, и в связи с этим, как вы можете наблюдать, живот у меня уже достаточно большой. Ну что ж, подружки, 31-я неделя моей беременности. Ох, стремительно время, конечно, идет вперед. И сегодня первое, о чем я, конечно же, с вами хочу поговорить, это наш опыт предыдущей недели, когда вы помните видеоролик. Здесь оставлю линк, чтобы вы могли посмотреть, кто не видел. В общем, на прошлой неделе пришлось мне очень-очень тяжко. Я была прям в расстроенных чувствах на предмет того, что в свою беременность в связи с тем, что так тяжело, непросто, жара, Арса нет рядом, мы в Риге. Ну, короче, вот весь антураж беременности последнего триместра. И плюс маленький ребенок, двухлетний, за которым без конца нужно бегать, и который, естественно, не слушается просто потому, что стадия его развития не позволяет воспринимать информацию, как это делают взрослые люди. И, конечно, я была жутко расстроена. Я чувствовала себя как самая ужасная мама на свете, просто потому что, ну, вот в очередной раз мы были на площадке, я не могла догнать своего ребенка, который просто убегал, вот как ветер. И чем больше я его звала, кричала, и пыталась все-таки перекатываться по дороге вслед за ним, тем больше он и убегал. И, конечно же, в связи с этим, ну, вот, угрызение совести, ужасное настроение. Я вот прям так же под влиянием гормонов была вот прям несколько дней вот прям в слезах, плакала. И от вас на этот ролик было очень много комментариев, был очень большой отзыв. И спасибо вам, подруги, огромное за то, что вы так поддержали, за то, что вы действительно в трудную минуту, вы не добиваете, так сказать, лежачего и не указываете на мои ошибки, а вы наоборот поддерживаете, помогаете и пытаетесь дать дельный совет из вашего опыта для того, чтобы помочь мамам, неопытным еще мамам, как бы справляться с этими сложными ситуациями. И что я взяла из прошлой недели для себя, и как же я вот из этого состояния выходила, и как я себя чувствую на этой неделе. Во-первых, слава Богу, что у нас жара спала, и в целом я чувствую себя намного лучше, это вот прям плюс, который помогает как-то справляться с этими ситуациями намного лучше. Второе, мы на этой неделе больше находимся дома. Мы меньше выезжаем на площадки, меньше создают для нас вот эти стрессовые ситуации, когда ребенок может убежать, когда он может быть подвержен опасности, и когда вот я не справляюсь с задачей его уберечь, и так далее, и так далее. И плюс ко всему, конечно же, благодаря вашим комментариям, я нашла очень хорошую литературу, и сейчас читаю книгу. На самом деле, она латышская книга, она называется, ну, если перевести, наверное, дословный перевод, это «Нет капризов». И эта книга написана для мамочек, папочек тоже, естественно, которые воспитывают малышей от 0 до 3 лет, и это очень-очень здорово, потому что там как раз-таки есть глава, в которой было написано о том, как родителям лучше реагировать в ситуациях, когда двухлетний ребенок, который не со зла, не специально, без желания там не слушать родителей и так далее, он просто делает то, что вы ему говорите и не делать, и в частности, когда он убегает на прогулках, на проезжую часть, к собакам, ну, в общем, когда он включает торпеду и просто несется, и родителю тяжело его догнать. В общем, там вот из таких самых дельных советов, которые для меня показались очень полезными, то есть первое – это техники, как можно ребенка, если не остановить, по крайней мере, сделать так, чтобы он не ускорялся, а в беременности – это, конечно же, самое важное, потому что я просто физически не могу его догнать. Ну и, собственно, как с ребенком общаться, как реагировать, как себе пытаться объяснять, что происходит так, чтобы ты не расстраивалась, и так, чтобы вот эти все процессы, обучение ребенка, воспитание ребенка, они проходили безопасно, спокойно, максимально для мамы и для папы, ну и, в общем, без стресса для ребенка, потому что в этих ситуациях, когда, например, вот ты ребенка наконец-то останавливаешь и начинаешь в психе на него орать, естественно, объяснять ему философию, почему там нельзя к машинам, почему нельзя там к собакам, почему нельзя за угол, что его могут там чужие люди увезти, чего он не понимает, то есть у него нету концепции и последствий. И, в общем, если ты вот в таком повышенном тоне, прям на психе начинаешь ему это объяснять и кричать, и, в общем, пытаться донести до него эти мудрые вещи, то, конечно же, для него это огромный стресс, и он прям стоит и не понимает, что делать. Короче, в общем, благодаря вам, мои дорогие подруги, я на этой неделе немного успокоилась, я нахожу для себя инструменты, как можно находиться вот в максимальном спокойствии, и как нам с ребенком просто, ну, как бы, проводить наше время, также максимально безопасно и без стресса. Ну и также по вашему совету, конечно же, я задумалась о том, чтобы привлечь дополнительную помощь, ну и на прогулке выезжать с мамой, с подругой и еще с кем бы то ни было, в общем, с человеком, который сможет мне помочь справиться с Рэмом в те моменты, когда он там решает шалить. Этот момент, конечно, для меня тоже был такой тяжелый, просто потому что я не из тех людей, которые привыкли просить о помощи. И когда я завишу от других людей и не имею свободы, вот прям перемещения, принятия решений и как-то вот жизни, то для меня это вот огромный-огромный стресс. Но это уже, конечно же, вопрос ко мне, и, наверное, все-таки на вот это время, этот отрезок жизни, наверное, нужно как-то это отодвинуть и как-то для себя принять, что окей, ладно, ничего страшного. Сейчас у нас вот такой период, ближайшие, наверное, года еще три. Мне придется все-таки просить о помощи и затем как-то жить. Так что спасибо еще раз вам, большое, подруги, за вашу поддержку в тяжелую минуту. Для этого как раз-таки мы эти видеоролики делаем, для того, чтобы мы могли помогать друг другу, поддерживать друг друга и, в общем, быть в таком клубе добрых мам, которые не добивают друг друга в тяжелую минуту и не осуждают друг друга, а наоборот, пытаются поддержать друг друга в эти очень непростые дни. Ладно, дальше едем. Что у нас еще на этой неделе связано с беременностью? Первое, это, конечно же, мой поход к гинекологу. Это первый, первый поход к гинекологу, первый мой визит, во время которого моя гинеколог наконец-то нас встретила. Была дико рада тому, как вырос Рэм. Конечно же, она просмотрела всю историю моей беременности, всю мою обменную карту, которую я привезла из Санкт-Петербурга. И, в общем, мы стали работать над тем, как дальше продвигаться и как планировать последующие недели, которые, конечно же, приведут нас к моим родам. Первое. Действительно, у меня сейчас минус 2 килограмма. Следовательно, прибавка веса за 30, вот получается, ну 30 недель, окей, полных, это 7 килограмм. Для того, чтобы понять, нормально ли это прибавка, не маленькая ли она, чисто относительно моего малыша, доктор меня направила на третий скрининг. Так, сегодня у нас с вами что, четверг, получается, в понедельник я записана на скрининг, и мы во время вот этого УЗИ будем смотреть на малыша, будем смотреть, как он развивается, какой его приблизительный вес, рост, как развиваются его органы и так далее, и также, что происходит с моей плацентой, что происходит с шейкой матки, что происходит с околоплодными водами. После этого скрининга дадут полную оценку того, как себя чувствует ребенок на этом сроке беременности. Также я очень надеюсь, что помимо вот всех медицинских показателей, которые мы оценим, мне смогут сделать изображение личика малыша, потому что в эту беременность как-то нам не повезло, и мы сделали всего вот такое одно изображение, которое хоть как-то показывает нам, как малыш будет выглядеть. Он очень-очень пока, на мой взгляд, похож на Рэма. Поэтому я очень надеюсь, что он позволит себя сфотографировать, и мы также увидим его личика. Ну и все. И потом получается, что с, по-моему, 32 недели, наверное, гинекологу нужно показываться каждые 2 недели, а с 36 недели, если я не ошибаюсь, каждую неделю нужно уже приезжать на приемы и пристально наблюдать за тем, как неделю за неделей развивается малыш. Также мы с доктором обсудили еще мою прививку от COVID-а, потому что в Латвии сейчас беременных прививают. Это не обязательно. Моя доктор, она больше придерживается того, чтобы прививать беременных только после первого триместра и до последнего месяца беременности. То есть это получается вот до окончания 8 месяцев беременности, не позже. Она спросила, какое наше мнение по поводу прививки. Я сказала, что мой муж, он доктор, ну, она знает, что он доктор, он привит. Я, в свою очередь, в беременности, естественно, не привита. И наш, вот, как бы план семьи и решение, которое мы приняли, это сделать эту прививку уже после родов. На что она сказала, да, окей, ну, супер, это ваше решение. Во время кормления эту прививку также можно делать. В связи с этим, конечно же, все меры предосторожности и безопасности соблюдаются очень четко. Плюс ко всему, мы с Рэмом находимся по большей части дома в любом случае и не соприкасаемся с большим количеством людей. Мы избегаем всякие разные мероприятия. Ну, и вот походы на площадки, они тоже такие нечастые. До сих пор думаю по поводу того, чтобы там записаться на какие-то занятия спортом или развивашки. Ну, короче, буду смотреть, что, во-первых, в Риге доступно, какие правила безопасности там. И тогда уже мы будем, естественно, принимать решения по поводу дополнительных каких-то передвижений. Но, в целом, мы максимально соблюдаем все меры предосторожности, чтобы, не дай Боже, в последний месяц беременности не заболеть еще и ковидом. А что с моими отеками моей ногой? Удивительным образом, как только я приехала в Ригу, отеки мои ушли. Я думаю, что это, наверное, самая главная причина вот этих минус двух килограмм, которые как-то исчезли вдруг. то есть я за вот уже три с лишним недели, почти четыре недели нахождения здесь в Риге, я ни разу не одела компрессионные гольфы, просто потому, что нога моя больше не отекает, левая. Кто помнит, у меня она отекала очень-очень сильно. Вот. Единственное, что я ношу, бандаж на животе. И доктор моя также, она очень пристально, как бы, наблюдая за моим животом, за маеварикозной веной на правой ноге, за общим состоянием отечности. Она все-таки сказала, что да, ну, компрессионные чулки, гольфы, они, конечно же, беременным показаны, и это было бы хорошо, если бы ты носила. Понятно, в 40 градусов жары это очень тяжело, но бандаж все-таки она настоятельно рекомендовала мне носить, поскольку он как раз-таки во многом может помочь и носить живот, и с тем, чтобы связки так не болели, с тем, чтобы кости так не болели, и также может помочь варикозным венам на ногах. Поэтому, когда я выхожу из дома, я бандаж всегда одеваю, и в целом, но без него нахожусь только дома, и они действительно очень хорошо помогают. Ну и в общем, от своего первого вот такого визита гинеколога я осталась очень довольна. Из плюсов, очень круто, что мне понравилось, я на месте сразу сдала все анализы, например, анализ мочи, он тут же сразу анализируется, то есть у них есть специальный аппарат, который сразу смотрит, нет ли там белка, все ли в порядке по другим показателям, и в общем, этот анализ в моем случае был абсолютно хорошим, в норме, все чисто, все отлично, поэтому, по крайней мере, с этой точки зрения мы не волнуемся. кровь сдала, с кровью тоже у нас все в порядке, с железом все в порядке, и все остальные показатели тоже у меня в норме. Это безумно радует, и, конечно, здорово, что не нужно сейчас прибегать к каким-то дополнительным препаратам, что-то там пить, волноваться, переживать, еще и по этому поводу. Так что в этом вопросе все супер, но осталось, да, остался только скрининг, и посмотреть, как же поживает наш малыш. Сейчас мы слушали во время визита сердечко в связи с тем, что плацента у меня по передней стенке, и он как-то сильно шевелится. Он прям, как, я не знаю, метеорит там носится, вот как его старший брат по площадке, так он по моему животу. Он куда-то забился вот прям в один бок. Его прям не услышать доплером было вообще. Я-то думала, что это мой доплер какой-то косой кривой дома, и он как-то его плохо слышит. Нет. Она говорит, я слышу твою плаценту. Говорит, где ребенок, куда-то забился. Пришлось делать УЗИ. Мы посмотрели на УЗИ. 143 удара в минуту сердечко, и малыш чувствует себя очень хорошо. И вот эти все его шевеления в этот раз, кстати, помогли мне понять, где он вообще находится. Как он лежит, как он меняет позиции. То есть я вот для себя как-то поняла, когда у меня вот, например, появляется в одной стороне, знаете, такой вот бугорок большой, то я понимаю, что это его спинка и попка вытягивается. Следовательно, все, что происходит в другой стороне, это уже голова, ручки и его пяточки. Когда, например, он бьется, я анализирую, где у меня удары сильнее, где такие более легкие, потому что те, которые сильнее, и поэтому бугорку, я понимаю, что он бьется ногами. Если удары такие более мягкие, то я понимаю, что он бьется руками. Ну и, конечно, когда удар такой основательный, такой бух, как бочонок, то я понимаю, что он головушкой своей там тычет мне во все места, что, собственно, и заставляет меня по сей день ходить в туалет каждые, там, я не знаю, две минуты. Так что очень здорово. Я как-то, ну, сложно с этим было в первый раз, в первую беременность, а сейчас я вот прям очень хорошо чувствую, как он ложится, как он меняет свои позиции. И в большинстве случаев сейчас он уже лежит головой вниз. Это тоже очень хороший показатель. Хотя он, понятное дело, меняет эти позы сто миллионов раз, но места еще достаточно, чтобы эти позы менять. И все равно, то, что он большую часть времени находится вниз головой, это уже очень круто. И доктор также сказала, что он лежит очень низко. И поэтому мне тяжеловато, конечно, этот живот носить. Ну вот, подруги, такие новости у нас на 31-й неделе беременности. Значит, на следующей неделе ждем наш скрининг. Увидимся с вами с отчетом о скрининге в следующий четверг. Ну, а до этого времени я желаю вам доброго дня. Спасибо вам огромное за вашу поддержку, любовь и все ваши добрые слова. Я вас обнимаю, целую. И увидимся в следующем моем видеоролике. На сегодня от меня это все. Пока.